Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий, качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Это наше время. С новостями четверга готовы поделиться мои коллеги и я, Мирики Вульманов. Здравствуйте. Автомобилисты могут ликовать. В Оренбурге начинается долгожданный ремонт улицы Рыбаковской. В понедельник будет разыгран аукцион и станут известны исполнители проекта. Однако на месте уже начались подготовительные работы. На проезжей части дорожники сегодня срезали верхний слой асфальта. Ремонт начнется с реконструкции систем коммуникации. В понедельник на Рыбаковскую выходят специалисты Оренбург-Водоканала. Во вторник к ним присоединятся тепловики. Между тем дорожники спешат объяснить горожанам. В этом году реконструкция Рыбаковской будет лишь частичной. У нас в планах так, чтобы именно от Парково до Терешково и вот этот самый разбитый участок произвести в выполнение, постараться в этом году. То есть аукцион будет отыграться с 2016 годом. В этом году нет планов всю Рыбаковскую сделать. Но самый разбитый участок у нас в планах есть. Ремонтные работы в мэрии обещают завершить ко дню города. Правда, оренбургцам придется запасись терпением и готовиться к пробкам. Участки дороги на Рыбаковской будут частично перекрываться. Об этом городской администрации сообщат позднее. Не пройти, не проехать. Из-за дождей на улице Красной образовалась гигантская лужа. Мутное озеро, под водами которой скрываются ямы и камни, становится причиной автомобильных поломок. Решат ли дорожники проблему или злополучное место лучше объезжать стороной? Сегодня выясняли Иван Бер и Константин Воробьев. Нет, это не Венеция. К сожалению, это Оренбург. Однако здесь есть свои почти судоходные каналы. Чего стоит тут хотя бы вот эта лужа на улице Красной? Автомобилисты словно гондольеры пересекают почти 100-метровое природное творение на свой страх и риск. Как говорится, не знаешь броду, не лезь в воду. Впрочем, многие автовладельцы вынуждены пренебречь этой поговоркой. Кому-то здесь нужно проехать на работу, кому-то вернуться с нее, а кому-то поставить машину в расположенной поблизости гаражи. Одно этого природного бассейна испещрено глубокими ямами. Поэтому проехать удается здесь порой не каждому. К тому же, по иронии судьбы, рядом с огромной лужей расположилось местное кафе с необычным названием. Как бы намекающее, что кроме ковчега больше здесь ничего не проплывет. Не решаетесь проехать по ней? Вот остановился для этого, после джипа поеду. Если он проедет, вот видите, он притормозил. Если он проедет, то я поеду. Нет, значит, я буду обезжать. По словам местных сторожил, лужа появляется после каждого дождя. Когда-то здесь была сливная канава, а после строительства гаражей ее засыпали. Теперь вода скрывает и без того небезопасную дорогу. Из-за глубоких ям машины часто приходится ремонтировать. Дорога, во-первых, она никудышная, потому что одни ямы. Сколько тут уже машин разбил подвесок, колеса пробивали. И никому до этого дела нет. Чтобы узнать, будет ли решена проблема на этом участке дороги, мы связались с начальником дорожного управления Оренбурга Сергеем Рукиным. Строительство гаражей происходит. Мы сейчас разберемся, почему они не предоставили. Ну, не то, что не предоставили, а не произвели водоотведение. Вода на асфальте не должна ставить. То есть или ливнеприемники, или что-то. Тем более поймы здесь не так далеко. И я думаю, этот вопрос мы решим. Ну, а по застройщикам, ну, разберемся, бывает всякое. Иван Берг, Константин Воробьев, Дмитрий Примачек. Наше время. Спортзал под открытым небом пришел в негодность. Не прошло и двух недель, как на набережной Урала поставили тренажеры, а два из них оренбуржцы уже сломали. Два тренажера вышли из строя. Как можно визуально оценить, скорее всего, это вандальные действия. Но, несмотря на это, ввиду значимости объекта для жителей города Оренбурга, мы за счет средств своего предприятия один тренажер меняем полностью, и второй будет отремонтирован сегодня. К ремонту испорченных спортивных снарядов сегодня приступили подрядчики. Один из тренажеров из-за серьезной поломки пришлось полностью заменить. А ведь глава администрации Оренбурга Евгений Арапов во время запуска спортивного уголка в конце мая убеждал, что снарядом не будет сносу. Я думаю, что тренажеры достаточно качественные, и никаких, в общем-то, поломок быть не должно. Если оренбуржцы снова сломают тренажеры, то их вновь восстановят за счет подрядчика. Однако работники предприятия, которое и устанавливало спортивные снаряды, просят бережнее относиться к чужому имуществу. Трава у дома. Жильцы седьмого и девятого домов по улице Арджиникидзе требуют коммунальщиков скосить в их дворе сорняки и убрать мусор. Но пока на эти заросшие травой территории в администрации Оренбурга не обращают внимания. И это при том, что сегодня городские чиновники рассказали, как уделяют пристальное внимание своевременному выявлению и уничтожению сорной и карантинной растительности в областном центре. Юрий Мишенин и Виктор Горшенев искали правду в высокой траве. Выше крыши скоро будет травка. Не центр Оренбурга, а прямо джунгли. Трава кругом во дворе Конопля на улице Цикорий. Жители двух домов по улице Арджиникидзе уже устали звонить во все инстанции. Просят, чтобы у них навели порядок. Они, может быть, скосили траву и сами, но жилье муниципальное. А потому и заниматься сенокосом должны коммунальные структуры. Сегодня под горячую руку женщинам попался начальник ИЖХ-центр. Руководимая им организация как раз и обслуживает эти дома. Вы посмотрите, трава какая. Ну, бомжи здесь скоро перед носом у нас, перед домом будут ночевать. А вы позвонили, телевидение вызвали? Конечно. Ну, а почему вы в ЖУ не позвонили? Я вам говорю, я пять-шесть раз звонила в конце мая. Снег когда сошел? Здесь ни разу ничего не убрали, ни граблями, ни веником. Теперь трава все закрыла, заросла травой. Это муниципальная территория, это будет все убираться. Если они не успевают, они обращаются ко мне, к директору ООО ЖХ-центр. Я в порядке исключения выхожу на это место, ставлю косаря, и мы убираем, помогаем, то есть взаимопомогаем, оказываем помощь. Поэтому я не... Город еще не обращался, не просил? Город еще пока не обращался. У людей вопрос, если земля муниципальная, то почему все жильцы платят деньги за содержание жилья? Причем суммы приличные. И разве в эту статью не входит уборка территории? У меня 766 рублей за год. Какой год? Ежемесячно. Не кричите, я с вами аккуратно разговариваю. Каждая квартира столько платит, по 1000 рублей. А вы уже два года ничего не делаете. Вы смотрите содержание. А вам что нужно? А это не содержание? Нет у вас этой статьи. Нету. Неубираемая площадь. Людям говорят, это не должны, это не обязаны. А вот в документах для прокуратуры управляющая компанией Оренбургской отчитывается, что убирают эту территорию еженедельно. Обещают или же предлагают выйти из обслуживания этой компании? Ну это неправильно. Мы сейчас разберемся с управляющей компанией Оренбургской, если такие были разговоры, мы исправим ситуацию и наведем на данной территории порядок. В Южном округе пообещали взять адреса на контроль. Говорят, травы в этом году много, сразу всю не скосишь. Потому порядок наводят по степени важности территорий. Первый этап у нас идет в центральной магистрали. После того, как мы сейчас закончим центральной магистрали, мы переходим уже на второстепенную улицу. То есть Орджонитерзе, конечно, мы это все сейчас отметим, то есть все приняем меры, своевременно скосим там траву. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. Сейчас о новых назначениях в органах исполнительной власти. Начальником областной жилищной инспекции назначен Александр Митин. Указ об этом сегодня подписал губернатор Юрий Берг. Александр Митин в прошлом был лидером регионального отделения оппозиционной партии «Справедливая Россия». Руководил Чернореченским сельсоветом, а после был избран главой Оренбургского района. Правда, занимать эту должность бывшему СССРу пришлось недолго. Его осудили условно за незаконную добычу песчаногравийной смеси. В прошлом году Александр Митин баллотировался в губернаторы Оренбургской области. На выборах он занял второе место, набрав порядка 7% голосов. Оренбургские депутаты намерены запретить курить на остановках. Парламентарии от фракции ЛДПР внесли на обсуждение законопроект о дополнительных ограничениях курения табака в отдельных общественных местах. В частности, депутаты предлагают запретить дымить на остановках общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них. Инициативу либерал-демократов рассмотрят на очередном заседании регионального законодательного собрания, которое состоится 24 июня. И поддерживают ли оренбургцы предложения депутатов? Мнение прохожих сегодня услышали мои коллеги. Абсолютно верные решения, абсолютно. Потому что там же дети и взрослые, и старики. Я с этим согласна, конечно. Ну, загрязняют воздух, вообще я противник курения. Ну, если для этого специально отвезенные места будут, то да, в принципе, почему бы нет. Конечно, нам тоже не нравится, что курят, хоть и там дедушки, папы курят, заставляем выходить. А так на улице неприятно, что мимо проходят люди, запах на детей идет, не задумываются абсолютно об этом. Вы знаете, если человек невоспитанный, ему хоть сколько, говори, не говори, он все равно будет курить в воде остановки. Когда цифры в квитанциях растут, как на дрожжах, жители 14-го дома по улице Промышленной возмущены. В счетах, которые они получили за май, сумма оплаты общедомовых нужд за электричество оказалась завышенной в 5-6 раз. При том, что платят люди регулярно, и свет жгли не больше, чем обычно. Так в чем причина такого резкого денежного скачка? Вместе с жильцами разбирались Виталий Сапожников и Дмитрий Примачек. Претензий к работе коммунальщиков у Светланы Лушниковой до недавнего времени не было, пока не получила очередные квитанции за май. Суммы по ОДН за электричество, мягко говоря, удивили. Обратилась к соседям, выяснилось, что весь подъезд то ли сутками жег свет, то ли злостно не оплачивал счета. Во всяком случае, так отражено в квитанциях. Вот 10 рублей за ОДН начислено, а перерасчет опять 162 рубля 87 копеек за однокомнатную квартиру. А раньше было вот 10 рублей. Вместе со Светланой мы отправились в ТСЖ-заводское. Именно оно обслуживает дом на промышленной 14. После долгих дебатов выяснилось, завышенные счета за май вызваны тем, что еще в феврале представители ТСЖ и местных электрических сетей не сняли показания общедомового счетчика за месяц. И теперь то, что не посчитали за февраль, приплюсовали к маю. Было пропущено два счетчика общедомовых. Указали показания предыдущего периода. Текущего периода не было снято. И эти данные были отправлены в энергосбыт. По сути, в феврале жители дома практически не сплатили ничего. А сейчас на них легла двойная денежная нагрузка. В феврале месяце, если правильно выражаться, в феврале месяце они заплатили меньше по фактическому расходу их индивидуальных приборов. Почему показания счетчиков не были сняты, Сергей Долгополов объяснить затрудняется. Говорит, тогда он в ТСЖ еще не работал. Но вины товарищество не отрицает и просит жильцов с пониманием отнестись к ситуации. Правда, почему нельзя было разъяснить людям, отчего вдруг суммы в квитках так выросли до нашего приезда, непонятно. Такие ситуации случаются нечасто. Если вдруг случилось подобное, то мы рекомендуем непосредственно жителям домов оплачивать не просто счет, который они получили за электроэнергию, а оплачивать комфортную, удобную для них сумму. Потому что в любом случае деньги, поступившие на счет, они там учитываются. Однако по завышенным счетам люди уже заплатили. И успокаивает потратившихся жильцов только то, что в следующем месяце сумма в квитанциях вновь перестанет пугать. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек, Наше Время. О своих проблемах, которые никак не удается самостоятельно решить, вы всегда можете рассказать нашим корреспондентам. Мы обязательно выслушаем и постараемся помочь. Телефон редакции 3104-62. Еще из тем дня глава администрации Евгений Арапов, вице-губернатор Сергей Балыкин, подрядчики и директор Оренбургводоканала Михаил Иванов обсудили ход реализации проекта по реконструкции открытого южноуральского водозабора. Весь проект делится на три части. Это лучевые водозаборы, которые на Урале. Это раз. Потом ВОЗ – это водоочистные сооружения, где мы стоим. И второй, третий этап – это насосная станция второго подъема, которую мы тоже проводим реконструкцию. И хлораторная. Подрядчики планируют реконструировать здания обеззараживания питьевой воды и насосной станции, а также построить новые водоочистные сооружения. Строители уже вырыли котлован. Сейчас проходит уплотнение ПГС, закладываются фундаменты под основание зданий. По словам Евгения Арапова, реконструированный южноуральский водозабор позволит ликвидировать открытый водозабор на Беловке. В будущем в мэрии планируют открыть там музей воды. Наш первый, а он даже первый провинциальный был водозабор в России, наш, Оренбургский, построенный в середине XIX века, он очень уникален. И вот само место его расположения, оно тоже уникальное. Это, по сути, исторический центр нашего города. Оренбургские нефтяники усилят контроль за подрядчиками. В первую очередь это коснется тех, кто осуществляет перевозки к месторождениям. Компании, чьи водители будут ездить по полям сельхозназначения, ожидают крупные штрафы и расторжение контрактов. Об этом заявил генеральный директор предприятия Оренбургнефть Геннадий Сарычев. По его мнению, такие поездки причиняют значительный ущерб аграриям, и по каждому такому случаю руководитель компании будет разбираться лично. Впрочем, это были не единственные заявления. О производственных планах нефтяники говорили за круглым столом. Навстречу приехали представители региональной власти и постоянные партнеры компании. О чем на этот раз удалось договориться, знает Екатерина Волкова. Пообщаться открыто и решить важные проблемы. За круглым столом оренбургские нефтяники и представители региональной власти собрались во второй раз. В этом году тем для обсуждений было значительно больше и не только местного значения, но и государственного. Оренбург не для области важный игрок. Это и основной налогоплательщик, крупный работодатель, надежный социальный партнер. Только за прошлый год в региональный бюджет нефтяники перечислили более 19 миллиардов рублей. Предприятие готово развиваться. Вот только добывать нефть на тех территориях, где она есть, порой бывает не просто сложно, а невозможно. И все из-за высоких арендных ставок, которые просят собственники земельных участков. За прошлый год, если я не ошибаюсь, порядка миллиард 600 инвестиций, которые мы могли бы вложить в Оренбургский регион, мы не смогли только в связи с отсутствием разрешения на землю. Местные законодатели земельный вопрос пытались решить не раз, но воли региона все-таки мало. Надо выходить с законодательной инициативой и решать эту проблему на уровне, конечно же, сегодня Российской Федерации. А еще региональному правительству хотелось бы, чтобы нефтяной гигант больше сотрудничал с местными компаниями. Тем более некоторые производители нефтегазового сектора подтянулись и уже могут конкурировать с зарубежными поставщиками. Здесь есть огромный потенциал возвод действия предприятий, нефтегазового и машиностроительного комплекса Оренбуржия. В нынешних условиях мы хотели, чтобы он был реализован. В Оренбургнефти еще раз заверили, что они открыты, но ждут для сотрудничества только квалифицированных поставщиков и подрядчиков. Ведь от того, как развивается компания, зависит жизнь региона. Потому качественная работа важна обеим сторонам. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время. Когда светский праздник совпадает с религиозным. Кроме Дня России, православные оренбуржцы завтра будут славить чудотворную икону Табынской Божьей Матери. В честь одной из главных святынь во всех храмах пройдут торжественные службы. После утреннего богослужения начнется традиционный крестный ход. Верующие стекутся к Никольскому кафедральному собору и от него двинутся к поклонному кресту. По улицам Чкалова, Маршала Жукова, Пролетарской и Володарского. После молебна крестный ход проследует по переулку Матросскому, улицам Советской, Правды и Челюскинцев. Во время шествия движение с 11.30 утра и до 2 часов дня по этим улицам будет перекрыто. И в первой половине дня не получится проехать и по самому центру города. Из-за торжеств, посвященных главному празднику страны, автоинспекторы перекроют улицу Советскую. Кстати, посмотреть в День России будет на что. Будет и в чем поучаствовать. В 9 утра с главной улицы города начнется праздничное шествие, к которому могут примкнуть все желающие. Вообще, завтрашний день сулит оренбуржцам немало сюрпризов. Далеко не полный их список вы видите сейчас на своих экранах. Как один из лучших вузов мира нашу прописку получил. Ровно 25 лет назад из оренбургского филиала Российского университета нефти и газа имени Губкина в свет вышли первые выпускники. За это время вуз подготовил свыше 4 тысяч высококлассных специалистов нефтегазовой сферы. И сегодня за выходцами из университета выстраиваются в очередь крупнейшие предприятия страны. Оренбургский филиал давно называют кузнецей кадров сразу для нескольких отраслей. О студентах Губкинского говорят. Они обречены на успех. С самыми первыми выпускниками вуза познакомилась Екатерина Киселева. И убедилась. Говорят, не зря. Они встречают друг друга, будто родные братья. Условно, братья и есть. Ведь у всех этих специалистов нефтегазовой отрасли общий альмаматор. Оренбургский филиал Российского университета нефтегаза имени Губкина. На нашей земле эта кузнеца первоклассных кадров появилась три десятка лет назад. С легкой руки Виктора Черномырдина и предприятие Оренбург Газпром. В 1984 году нам дали добро организовать здесь сначала вечерний факультет, а потом он преобразовался в филиал Российского государственного университета имени Ивана Михайловича Губкина. Кстати, Оренбургский филиал РГУ единственный в России. Ныне гендиректор предприятия «Газпром под земремонт Оренбург» Павел Гладков был одним из первых его выпускников. Вспоминая своих сокурсников, обладатель, между прочим, красного диплома резюмирует. Без работы не остался никто. Тогда, когда мы учились, в 80-е, 90-е годы, это в основном и были работники Оренбург Газпрома, работники Оренбург Нефти, которые работали уже по нефтяному и газовому профилю, но не имели высшего образования. И люди просто пришли для того, чтобы состояться дальше в профессии, набраться теоретических знаний. Впрочем, после такого вуза не состояться в профессии практически невозможно. Почти все руководители предприятий, занимающихся разведкой, добычей, переработкой нефти и газа, обрели знания в головном вузе или в его филиале. За выпускниками Губкинского буквально охотятся. Это бренд мировой, входит в 300 университетов мира. И, конечно, диплом университета, он котируется очень высоко на мировых рынках. Инженер нефтегазовой сферы – это инженер номер один с дипломом Губкинца. Но и такому прогрессивному вузу есть куда стремиться. Оренбургскому филиалу по силам взяться за подготовку инженеров нефтегазовой сферы для всех стран евразийского экономического сообщества. Но для этого необходимо расширить учебные помещения и обзавестись современными лабораториями. А справиться с этой задачей помогут крупные нефтяные и газовые компании. Есерина Киселева, Константин Воробьев. Наше время. Пришло время спорта. Плюс один. Южный Урал подписал еще одного нападающего. Накануне Орский хоккейный клуб заключил контракт с форвардом Анатолием Раенко. 28-летний воспитанник челябинского хоккея, выступавший в свое время в континентальной хоккейной лиге «За трактор», прошлый сезон провел в странствиях по Казахстану. Регулярный чемпионат Анатолий Раенко начинал в Карагандинской СРА-Арке, а завершал в Усть-Каменогорском каст-цинк торпеда. Всего в обеих командах форвард провел 55 матчей, в которых забросил 9 шайб и сделал столько же голевых передач. Что еще интересного произошло в мире спорта, знает наш обозреватель Сергей Тищенко. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте! Дважды золотые оренбуржцы Гора Копяна и Самир Намазов стали победителями студенческого чемпионата страны по боксу. Российское первенство завершилось накануне в Аксайе Ростовской области. Участвовали в соревнованиях боксеры из Челябинска, Красноярска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Читы, Самары, Уфы, Махачкалы и Улан-Удэ. Гора Копян представляла Оренбургскую область весовой категорией 49 килограммов, Самир Намазов свыше 91 килограмма. Оба спортсмена провели на турнире по несколько поединков, в которых единогласным решением судей одержали победу. В финале Гора Копян был сильнее Цидена Самбуева из республики Бурятия. Самир Намазов не оставил шансов Ричарду Беттиеву из Челябинской области. Определили сильнейших. В Оренбурге подвели итоги летнего чемпионата области по пожарно-прикладному спорту. Проходил турнир на стадионе Оренбург. В соревнованиях принимали участие шесть команд. За титул сильнейшего боролись четыре спортивных коллектива из Оренбурга, а также из Бузулкского района и Орска. Отмечу, что в состав каждой команды участницы соревнований входили шесть мужчин, одна женщина, три юноши и три девушки. Соревновались спортсмены на 100-метровой полосе препятствий, в пожарной эстафете, подъеме по штурмовой лестнице, боевом развертывании. По итогам чемпионата две верхние строчки заняли представители областного центра, замкнула тройку призеров, бузулукская команда. И пока это все новости спорта. До встречи. В конце выпуска, как обычно, информация от городских электрических сетей. В понедельник, 15 июня, жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Отключение возможное и в пригороде. Название улиц, где не будет электричества, вы видите на своих экранах. Уточнить их можно по телефону 56 83 38, либо 98 48 48. Далее наш выпуск продолжит подробный прогноз погоды на завтра. У меня же на сегодня все. Всех с наступающим праздником! Днем России! Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счетчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – все для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова